Всем привет, ребята! Сегодня мы запишем новое видео по прыжочку на моем канале. Давно я его не обновлял, оно поменялось со временем. В принципе, многое не изменилось, просто поменялся формат прыжка группового, а именно то, что вам нужно будет создавать два аккаунта. Первый это буст аккаунт, а потом основной аккаунт. На буст аккаунте вы, в принципе, можете не фармить деревни, пещерки, там карту сильную открывать. Но обязательно, чтобы у вас была седьмая ратуша, седьмого уровня ратуши. Соответственно, для чего нужен этот буст аккаунт? У нас есть такое событие, испытание лохара. Оно в календаре прописано будет, когда вы появитесь этому аккаунту уже день третий вроде как. Вы в этот день фармите призывы лохаров, получается, там легкие и средние, какие там они есть, два вроде призыва разных. Соответственно, чем выше призыв, тем больше прыжка оттуда будет падать. Часовые ускорения, головы лохара, ресурсики, получается, чем больше, тем лучше. Соответственно, если вы в групповом прыжке, вас попросят создать там один, может быть, парочку аккаунтов, да, там уже в зависимости от того, насколько у вас сил хватает. И, соответственно, вы где-то будете фармить дней в восемь, и потом вы прилетите на нового королевства, которое будет создаваться. И желательно, желательно, допустим, вот у нас королевство возраст 23 часа 44 минуты, скорее всего, уже скоро появится новое королевство. Примерно, смотрите, последнее королевство, которое создали, да, примерно 20 часов, там 21 час, ну, плюс-минус, да, то есть от этого времени уже отталкивайтесь и проверяйте примерно каждые 15 минут, желательно. Появилось там королевство или нет, а это лучше как делать? Выходим из игры и заходим в игру, потому что, когда в игре, оно может не появиться, не обновиться здесь, да, вам нужно будет выйти из игры и зайти в игру, ну, тогда обновиться королевство, получается, и вы туда мигрируете. Почему именно нужен такой контроль? Потому что сейчас ограничения есть на вот эти вот прыжковые аккаунты, которые мы создали, там, бус, либо основной аккаунт будет, да, и тут, получается, лимит будет, он там не будет указан, да, и, возможно, 500 это аккаунтов. Плюс-минус где-то будет, да, там, раньше, я помню, 2000 было, там, 1000 вроде бы как, сейчас я точно не знаю, сколько это будет, это нужно вот уточнять по этому поводу информацию, если я ее уточню, то в описании я напишу. И, соответственно, примерно полчаса, если королевство уже есть, возможно, за полчаса уже это может, лимит заполнится, поэтому лучше проверяйте, да, и ориентируйтесь на этом. Вот. Если вы создаете основной аккаунт, да, сразу, да и, в принципе, после бустового аккаунта, обратите внимание на то, что вам нужно сделать, в принципе, довольно, ну, не то чтобы много действий, но, опять же, обращая внимание на то, что вам нужно сохранить ослика, соответственно, да, то есть у вас, скорее всего, попросят, когда у вас останется два дня, соответственно, мигрировать, да, именно это буст-буст. А основной аккаунт, получается, вы будете создавать там, где у вас появится буст-аккаунт, получается, куда вы будете мигрировать, и остальная групповая команда, получается, да, а потом оттуда вы будете основным аккаунтом мигрировать еще в другое королевство, соответственно, вы будете проводить такую же махинацию, и не факт то, что вы попадете на основной сервер, получается, да, поэтому я и говорю о том, что нужно контролировать сервер после появления последнего, примерно там за два часов, то, что уже последний королевство уже есть у нас, да, там 20 часов, что-то такое. По поводу основного аккаунта, вам нужно разведать всю карту, получается, которая есть в новом королевстве, где вы сделали свой аккаунт, да, всю карту разведали, собрали все пещерки. Пещерки, кстати, собирайте среднего и высокого уровня, потому что, когда вы будете перепрыгивать на другое королевство, у вас там, возможно, будет другая карта, и пещерки будут заново там. В соответствии, но если вы будете здесь собирать и маленькие уровни пещерки, то там уже у вас, скорее всего, высоких и средних не будет, поэтому обратите на это внимание, да. Деревни, соответственно, здесь собирайте все, все то, что есть на этой карте, да, до седьмого уровня прокачивайте все здания не выше, потому что если вы прокачаете выше, то у вас пропадет ослик, соответственно, да. Не забывайте каждый день открывать сундучки халявные, здесь по-любому могут упасть командиры, а это все-таки, вот, сборщик упал, это все-таки вам же плюс, потому что если вы соло-игрок и вам нужно много мощности, вы будете прокачивать командиров равномерно, которые у вас есть, да, там до десятого, пятнадцатого, двадцатого уровня, это нужно для того, чтобы у вас поднималась мощность аккаунта, да, потому что топовый альянс, если вы будете хотеть попасть в топовый альянс, они будут просить определенную планку, соответственно, выше, чем другие альянсы, которые ниже, да, то есть там триста пятьдесят тысяч, там четыреста тысяч, они просто могут каждый день накидывать по пятьдесят тысяч, и это на самом деле важно для вас, да, если вы в групповом прыжке, в принципе, это не важно, хотя кто вы там есть, я не знаю, это может быть только касаться тех, кто между собой общается хорошо, там уже команда какая-то, которая год играет, два, если вы так просто, как-то слово-то сказать-то, в течение недели только с ними знакомы, допустим, да, но не факт, что они вас там долго будут держать, поэтому обратите на это внимание. Соответственно, VIP вам нужно прокачать до шестого уровня, причина тому, что у вас появится второй строитель, получается, это обязательно, две стройки вам дают больший темп в плане развития своего аккаунта, соответственно, да, и потом вы должны вкачать десятый уровень, обратите на это внимание, потому что у вас будет капать одна голова золотая, потом двенадцатые две у вас будет падать, и, соответственно, четырнадцатый, потом у вас будет падать три головы, это вот основное то, что нужно качать в начале там, да, именно по VIP-оориентировочно, потому что остальное уже качать уже долго, да, следующий момент, у вас будет постоянно обновляться ОД, АП, да, то есть вам нужно его тратить, вот он у вас в профиле здесь есть, они обновляются постоянно, тратьте эти очки действия, это ваши ресурсы, ускорение, в принципе, плюшки, которые у нас есть, в общем, и прокачка командиров, соответственно, да, вот вы убиваете варвара одного, и вот вам падают плюшки, да, в начале это мало, но всё-таки, если вы будете тратить всю ОД, это много, и не забывайте о том, когда вы уже прокачиваете здание, да, вы, соответственно, должны строить ещё свои войска, да, они будут у вас обновляться часто, поэтому вам, ну, кто сильно задрачивает в этом плане, могут даже поставить будильник, но это уже, ну, смотрение каждого игрока, да, чем чаще вы обновляете обучение своих войск, тем больше войск у вас будет при старте в Новом Королевстве, и это, кстати, прям очень играет хорошую роль, раньше мы делали что-то по 120 тысяч, ты первых что-то такое, сейчас я не знаю вообще это возможно сделать, нет, надо протестировать, посмотреть, вот скоро у нас прыжок будет, получается, в описании я про него напишу, может быть в конце ещё скажу про это, суть какая, вы можете просто пачку 100 тысяч сделать и бегать ей там, образно говоря, Суньцзы, да, и Мартелл, давайте поговорим о прокачке именно командиров, я говорил о том, что мы будем равномерно качать каждого командира для того, чтобы получить довольно много мощности, они будут давать много мощности при старте, да, и не забывайте о том, что вам нужно будет прокачать именно одного командира, чтобы им бегать в поле, ну желательно, конечно, одного там до 60-го качать, другого до 40-го, чтобы у него работали не таланты, а навыки, то есть первый командир работает только таланты, а у остального работают навыки, соответственно, да, поэтому обратите на это внимание, именно если вы играете пехот, соответственно, у вас будет выбор Суньцзы, если вы фритуплейный игрок, соответственно, да, если вы хотите что-то получше, Если вам выпадет Мартел, то можете, в принципе, можете в него вливать голову, но я, конечно, не советую вам лучше эти головы копить там до сезона завоевания, то есть, в принципе, до третьего КВК там командиры у нас открываются, да, но, в принципе, я бы посоветовал в Лисанге влить, потому что появились новые командиры, которые играют в Лисанге в сезоне, да, поэтому вы можете это сделать, да, конечно, многие скажут нет, но вы можете это сделать и играть с Этелькой, а Этельку вы можете получить в экспедиции, то есть, вам нужно будет проходить кампанию, соответственно, тем больше вы прошли там на три звезды, чем больше вам будет капать монеток, тем быстрее вы прокачаете Этельфлетку, соответственно, да, это будет ваш первый командир экспертный, именно вот золотой, который, да, и его можно использовать в Лисанге вообще без проблем, у нас один игрок играл на протяжении, наверное, полтора, наверное, года с этим командиром, ну, именно вот с связкой, да, и это прям шикарно, он столько киллов набил, как бы, да, да, да и сейчас тоже можно, но опять же, вы только поиграете первый КВК, второй КВК в целом, да, коротко вам еще скажу по поводу прокачки некоторых видов командиров, это вот начнем со сборщика, да, и, соответственно, вам нужно будет прокачивать определенные уровни, да, в начале, именно таланты, да, то есть, много вы не прокачаете в начале, сначала забираете определенный вид ресурса на определенном командире, соответственно, да, ваш сборщик не один будет, соответственно, здесь вы можете там выбрать дерево, еду, камень, соответственно, и золото, да, 27 уровень, если не ошибаюсь, первый вы должны вкачать в таланте командиров, поэтому обратите на это внимание, я скриншотик рядом поставлю, и потом вроде 37, что ли, что-то такое, 38, но в начале 27, обязательно, да, чтобы вы могли получать дополнительные плюшки, получается, если не ошибаюсь, вот, вот мешочки там, да, обязательно. Следующий вариант видов командира, лесники такие, да, у нас получается, вот Лохарова, наверное, первого прокачать на максимум, получается, да, но нам нужно застрелиться, чтобы показать вам, здесь тоже нужно прокачать именно таланты, да, до мешочка там дойти, соответственно, это вот обязательно, да, озарение, вот, именно вот, ну, вам хватит вначале вот отсюда дойти, именно по таланту миротворчества, да, потому что вы здесь будете получать дополнительные плюшки, получается, с мешочков, это обязательно, там, ресурочки, соответственно, падают, да, и это вам нужно, и причина тому, то, что вы еще будете тратить очков действия меньше, соответственно, если прокачаете, да, вот мешочек получается, соответственно, и вот озарение, да, это обязательно, поэтому не забывайте, вот сколько у вас отрядов слева есть, там, 3-4, там, 5, да, и, соответственно, каждый отряд, когда вы там идете убивать варваров, у вас обязательно должны быть командиры, лесники, и обязательно должно это все прокачиваться, Потому что за все время игры, за год, допустим, вы играете год, если вы все время этим фармили, это довольно достаточно большое количество ресурсов, а некоторые просто забивают на этот болт. Поэтому не забивайте на этот болт, обратите на это внимание, и вы будете при ресурсах, в отличие от других игроков. То есть у вас будет какое-то преимущество. Когда вы уже будете в новом королевстве, там уже будет происходить бешеная гонка. Соответственно, вот славная битва у нас будет происходить. Раньше фритуплейники закрывали это задание, именно ивентик получается, то есть полтора миллиона можно было спокойно брать. Сейчас я точно не могу вам сказать, можно это сделать или нельзя, это нужно все тестировать. Возможно, где-то вы миллион, там, двести, может быть, наберете, там, примерно плюс-минус. Опять же, если, может быть, будете сидеть топом в Альянсе, там плюшки будут падать. Я думаю, все-таки, скорее всего, придется чуть-чуть докинуть. Это, в принципе, хорошая ратка под кавалерию, соответственно, учитывая, что дебафы убрали. У нас сейчас, да, у нас столько бонуса остались, бафы, получается. Вот атака к кавалерии плюс пять. Да, она выглядит, в принципе, прикольно, да, ее можно убрать спокойно в целом. Даже не к кавалерии, а и пехоте, и лукам, я к тому, что на будущее, там, да, ну, кому-то, может быть, это надо. Хотя у нас раток падает постоянно, каждое событие, там, да, плюс пять к атаке, там, плюс пять к защите, или плюс пять к здоровью, и так далее. Их много вариаций, да. Тут просто к тому, то, что, ну, она выглядит, просто выглядит хорошо в целом, да. Ну, именно в начале для кавалерии очень неплохо сойдет, да, и поэтому обратить на это внимание, на самом деле, это очень важный момент. По поводу ферм-аккаунтов хочу вам сказать, опять же, у кого, какое время в этом плане, то есть, если у вас время позволяет, вам, соответственно, нужно создавать по-хорошему четыре фермы. Да, это многое на самом деле, но вы можете создать на каждый вид ресурс, получается. Это важно, на самом деле. А если у вас нет столько времени, вы хотя бы создайте одну фермочку, да, и параллельно развивайте ее с основным аккаунтом. Вы потом не пожалеете, это прям сто процентов я вам даю. Даже если вы будете заходить раз в день, со временем, в течение того момента, пока вы к КВК-1 подойдете, она уже у вас какая-то качаная будет, да. Если вы только на это внимание обратите, когда вы уже подошли к КВК-1, и вы понимаете, что вам не хватает, а это так и будет, потому что вы будете строить, соответственно, да, вы обязательно будете строить. Это прям без вариантов строить, развивать аккаунт. Плюс ко всему, если будет война, у вас на ресурсах будет уходить тема, просто реально тема, поэтому обратите на это внимание. Соответственно, под ресурс вы будете скупать в ВИПе за ресурсы всякие плюшки, они там присутствуют, есть. Так, здесь у нас пока ВИПа нету, но я покажу это отдельно в окошечко, в этом видео получается, да, и торговый пост, соответственно, он будет обновляться раз в три точно в день, да, и он обновляется еще после того момента, когда вы там улучшаете здание или войска там, да. Забираете, выскакивает, получается. Обратите на это внимание, вы тоже там будете тратить, соответственно, ресурсы. И бывает просто, вы можете потратить 300 тысяч еды, образно говоря, там за, ну, примерно за 9 часов, да, и ускорение, как бы, ну, вы понимаете, если у вас будет много ресурсов, вы обязаны это делать, потому что это же ваше ускорение, вы за счет этого будете быстрее впереди всех, да, как бы, то есть в этом плане. По поводу начального старта еще в плане развития, да, вы, в принципе, можете ходить здесь на лагеря варваров, вот это вот, здесь есть Балаур или что там у нас, да, и помимо этого на стражи здесь можете ходить. Если они будут, если они будут, я не помню, на какой день они там у нас появляются, но помню, был момент, мы ходили на этих стражей, да, но мы ходили толпой, соответственно, да, потому что вначале все-таки аккаунты плохо прокачаны, вот, и это важно. Так, у нас тут получается, ну, наверное, есть они, скорее всего, я просто еще не разведал карту, если что, я в окошечке тоже отдельное все действие покажу. Монумент, соответственно, обязательно нужно выполнять на задании, которое есть, но обычно они закрываются, большинство, без ваших, в принципе, действий, да, оно автоматически идет, все зависит от активности королевства. Если оно активное, оно будет быстро закрываться, да, и если нет, соответственно, оно какие-то моменты даже может не закрыть, поэтому обращайтесь. Самое главное, ребята, ресурсы, которые вы и плюшки в целом получаете в ежедневных заданиях, вы можете забирать, соответственно, нужно забирать, да, которые у нас основные задания, обратите внимание, что у вас есть задания с ресурсами здесь, да, которые вы выполняете, и их не надо забирать, внимательно смотрите, вот даже здесь ресурсами и очки действия здесь, не забирайте эти задания, оставляйте их, вы можете только забирать, допустим, вот тут ускорение одно забрали, вот это забрали, вот это единичное, но когда ресурсы такие у вас есть, не забирайте, потому что они у вас появляются наверху, обратите внимание, вы потом это не заберете с собой, соответственно, в почте у вас тоже приходят всякие плюшки, вот это, соответственно, вы можете забирать, Но когда у вас здесь вот с ресурсиками появляется и ускорение, не забирайте, оставляйте при переходе на новое королевство, где уже вы будете там играть. Там уже можете все забирать. Либо постепенно забирать, чтобы у вас там, когда город обнулили, не забрали все ресурсы, которые вы из заданий повытаскивали. Поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание. Это важный момент. Некоторые люди просто про это забывают. По технологиям, хотел бы обратить внимание, соответственно, вам нужно качать военку. Хотя есть некоторые игроки, которые качают конкретно, просто уходят в экономику, чтобы быстрее развить аккаунт. Они просто понимают, что не будут воевать. Но чем больше они этим занимаются, тем, соответственно, больше они становятся фермерами. В том плане, что они КПшечку-то набивать не будут, в принципе, и от них будут потом избавляться. Поэтому не советую вам качать прям конкретно экономику. Обратите внимание на военные технологии, чтобы вы могли набивать КПшечку. Да, там экономику вам дает развитие, я с этим соглашусь. Но не нужно прям в нее упарываться. А по поводу военных технологий, обратите внимание, чем вы будете играть. Да, там пехотой, лучниками, либо кавалерией. Может, какое-то возвращение будет играть и осадой. Но это уже там на свое усмотрение, да, и на будущее. Но, соответственно, вы, вначале, выбираете пехоту, либо лучников, либо кавалерией. Я, конечно, советую для фритоплейников пехоту выбирать, соответственно. На лучников, командиров, вначале, в принципе, толком нормальных нету. Там у нас, то есть, Тутмус получается, да, именно из ключей, которые падают. Я именно говорю про ключи, там, Сид Компиадор, да. Но вы не будете им играть в сезоне завоевания, соответственно. Да, также там Тамирис, вы не будете им играть. Эдвардом, вы не будете играть в сезоне завоевания. Поэтому обратите на это внимание А у пехоты есть, в принципе, такие, как Мартел, да, кем можно поиграть У лучников, там, это Лисанге, получается, да Их можно как-то где-то куда пристроить То есть, в принципе, используются, да, там, все завоевания Поэтому обратите на это внимание, соответственно И качайте технологию именно ту технологию, да Хотя, подождите, ну, здесь, да В принципе, здесь это все прокачаете элементарно Т-3 вы, наверное, все откроете, скорее всего, КВК-1 По крайней мере, вы должны это сделать Просто есть те, кто, может быть, не открывает, да Сам такой, то вот качать вот эти технологии Боевая тактика, защитный строй и народные средства Это самое долгое в целом, да, у нас идет Там много, там, по сутки дней это занимает Даже на седьмом, восьмой, наверное, уровень, седьмой, что-то такое А Т-4 вы откроете, скорее всего, только одни И вот именно кем вы играете, того и нужно открывать, соответственно, да Ну, это логично, как бы, да То есть играете вы за кавалерию, соответственно, открываете кавалерию Играете за лучников, за лучников, за пехоту, пехоту, да И уже там дальше качаете соответствующие технологии, да Упарывайтесь лучше, соответственно, в военку Чтобы у вас был профит, чтобы вас не выгоняли с королевства, да То есть фермеров никто не любит Соответственно, я тоже их не люблю У меня с ними диалог короткий Поэтому лучше, лучше, лучше делайте именно эти моменты Но не забывайте, соответственно, про экономику Где-то что-то как-то все равно качаете Вы понимаете, что, допустим, здесь уже тяжело идет Потяжелее у вас ресурсов нет Соответственно, вы идете по чуть-чуть экономику Качаете, да Где-то потом ресурсы добыли Кого-то ограбили, что-то где-то получили Купили, возможно, накопали И потом уже продолжается, соответственно, дальше технология качать По поводу альянса в целом Ну, соответственно, активно вам нужно будет Это прожимать технологии Обязательно, как бы, да, вот здесь ресурсики Не забивайте, забирайте Это обязательно, да Ручки там прожимать Соответственно, это вам все в плюс идет Вашу активность видно Плюс вы зарабатываете там серебришко Ресурсики забираете, подарочки-то не забывайте Забирать именно когда будут Это обязательно, если вы в топовом альянсе Здесь могут быть и золотые, и серебряные Там плюшки всякие Выпадают вообще просто тема На самом деле в топовых альянсах поначалу Поэтому обратите на это внимание Если в этом плане плохо все падает Если вы хотите куда-то В другое место, соответственно, у вас есть варианты Мигрировать То есть там Куда-то в новое королевство По паспорту Там что-то дни через 8, через 10 Наверное, через 10 То есть вы вперед там можете мигрировать, да И у вас будет какое-то преимущество Но, опять же, вам нужно выбирать Как-то это все чекать Лучше создавать фермочки в этом плане, да И, соответственно, проверять королевство Договариваться с руководством Примут вас, не примут Потому что вас могут не принять Если у них там уже образовался король Уже решили, кто король именно, да Королевство уже под властью одного человека Либо группа какой-то Поэтому внимание на это обращаем По поводу прыжка Еще одного Именно вот 55-й, наверное, день Мы совершали Это у нас 60-й день И суть этого прыжка в том То, что здесь у нас открыта карта Да, где у нас тут 55-й день Вот 56-й, допустим, возьмем У нас открыта карта Здесь разведывать ничего не надо Это без буст-аккаунтов, в принципе Вы здесь будете прыгать Если это соло-игрок, скорее всего Ну, только соло-игроки будут прыгать здесь Здесь карта разведана Вы можете вот эти вот пещерки все собирать Ну, либо по карте вот так вот ползать Либо через здание разведки, получается, да Все это дело открывать Вы все здесь собираете И опять же через 8 дней просто прыгаете на Новый Королевство То есть в этом проблем нет Здесь у вас ослик есть Обязательно там 55-й день Просто 55-й день выбираете Прыгаете, лутаете И улепетываете оттуда, короче, на Новый Королевство Но не забывайте о том, что Нужно чекать Нового Королевства Я повторю вам еще раз Здесь Вот уже день, получается, да Соответственно, уже день у нас Королевству Скоро появится Новое Королевство Даже можно посмотреть разницу Два дня, три часа Ну, можно сказать, четыре часа, да У нас здесь день и восемь минут То есть вы понимаете То, что день, четыре часа, разница Поэтому скоро здесь появится Новое Королевство Плюс-минус оно В течение двадцати часов И день восемь часов Что-то такое вот Разница между Королевствами появляется Поэтому обращайте на это внимание И В принципе, по прыжкам все Именно, какие они у нас существуют Да, если я где-то что-то забыл В комментариях Напомните Может, что-то еще есть интересное В плане Когда вы развиваете свой аккаунт Для прыжка, да Либо, может, какие-то еще прыжки есть Может, что-то я не знаю Если я сам вспомню Я в описании, соответственно Добавлю тельные моменты, да А так, в принципе, это все По донату я говорить не буду Потому что Это для каждого индивидуально На самом деле Я бы посоветовал Открыть только Т4 Если вы не сильно большой донатер Там, да Потратите вы там Тысяч 12, грубо говоря 14, если оно вам надо Как бы, да Если вы больше закидываете Соответственно, можете взять Семьми на мото Но в сезоне завоевания Его не используют Но вы потратите на него Примерно, если фулл вкачаете Там 30 тысяч Если не ошибаюсь А так Фонд роста можете взять Обязательно Это самое такое Если вы не будете Именно на мото Брать Чист И без тысячи Хранили все запасы Именно вот гемчики Здесь получается Забирать По ускорениям Ну, если хотите Берите Конечно, это вам Соответственно, поможет Проблема в этом Как бы То, что бы нет Проблема только в деньгах У каждого А так, в принципе Больше я бы ничего Не советовал брать На самом деле Такое Именно для Для сильных Таких людей Которые могут Тратить миллионами Базару ноль Там тысячами Там 10 тысяч Там 20, 30, 40 100 тысяч Они могут тут В принципе Скупить довольно много Вещей на самом деле Да, но если такие люди Едут потом Поставки материалов Получается Их забирать Здесь нужно будет Соответственно Тоже Там вооружение Потом будет Когда вооружение появится Тоже могут забирать А так В принципе Ну ежедневки Они могут забирать Соответственно Чтобы голову командира Влутать Но вначале Ничего такого не будет Поэтому Не советовал бы В принципе Как бы Да Поэтому как-то так Все У меня на этом все А мы с вами еще Услышимся Увидимся До новых встреч Пока-пока В описании Все остальное Будет